Привет, зритель. Да нянька не снимала обзоров чисто свадьберис. Обзор еды и бытовухи можно было бы отнести в чай, но тут одна штука, ну не очень чай. Короче, я это шорт сылаю. Если ты это еще не смотрел, посмотри, потому что я думаю, что потом вот такие пробы неизвестных продуктов делать в виде шортс. Хотя там был шортс как бы из двух частей. В общем, очень вкусная штука. Я только потом узнала, что надо было три чайных ложки на стаканчик делать. Ну и у меня тут половинка осталась, и я ее потом хочу в шоколад добавить. Но она как бы в весель добавляется, она пахнет ванилькой. По вкусу как ваника, как кокосик, сладенькая, как виноградный сахар. Это тара матья. Порошок тара. Тара это такой плод китайский, который в сыром виде никто не ест. Можно травануться. А вот вареным, тушеным и так далее вполне себе вкусно. Вот 264 рубля он стоил за 100 грамм. Сейчас он 300 с чем-то стоит. Я артикулы потом оставлю в инфобоксе. А это я сегодня забрала и на Вайдберрис, на базе Вайдберрис. Можно было взять вот такой маленький пакетчик. Мне еще товарищ с базой Вайдберрис помог его открыть, потому что я пыталась, пыталась и поняла, что не могу. Я пришла к выводу, что мне надо купить спирелину и хлореллу. Тут 90 капсул, два в одном. На 30 дней на целый курс хватит. Да, они вот запечатанные. Никак тебе не открою их, потому что я тут без ножниц. Никак не открою. Ну, в общем, вот. Я тоже в инфобоксе оставлю. Ссылку, ну, как бы, артикул на него оставлю. Ссылочку там сами делайте себе. Если ты юзал хлореллу и спирулину, дай, знаете, в каменах свой опыт бытия. А еще у меня тут просто от того же производителя я вдруг увидела по фотоотзывам. Там был, ну, как бы, ну, в отзывах на фото был такой хороший чай. Той самой цветовой гаммы, как надо. Тити чай. Это той же, как вот Тара Матя. Зеленый чай Матча. Япония. Первая категория. 100 грамм. Сделан 10 октября 22 года. Тут тоже так хорошо запаковано. Это маленький такой коротенький обзорчик. Я тебе потом могу шортиком записать, как оно выглядит. С поточкой сделать, в Терегу закинуть в Инстаграм или еще куда-нибудь. Или продегустировать его, может быть, на каком-нибудь ближайшем стриме, который будет через неделю. Возможно, будет. Или там буду хавать на камеру и, соответственно, вот попью его. Ну, в общем, продегустирую. Вот такой малюсенький обзор. Возможно, совершенно не информативный, просто на флешке мало вместо. Но такие. Вот. Просто я поняла, что вот она, во-первых, по цене была выгоднее, чем все остальные. А во-вторых, там по отзывам и вот именно вот такой фирмы было более-менее качественно. Ну, вот узнаю, как. Настолько ли оно качественное, как было. И довольно все бюджетное. А про шок Тара я совершенно случайно узнала на Вайтберс после покупки какой-то неведомой очередной фигни. И мне Вайтберс сказал, может, вам это будет интересно. Я сначала его как бы в закладки засунула. Потом оно вдруг, смотрю, как-то подешевело где-то что-то. И потом я вот его заказала. И вот вообще как бы как. Я заказала за 260 рублей 50 грамм. Точнее, 25 грамм за 260 рублей. А потом смотрю, 264 рубля 100 грамм. И я впервые в жизни на Вайтберс сделала отмену. Там в течение 10 минут после оформления заказа можно сделать отмену. Сделала отмену и заказала вот это. Вот. Такие дела. Всем спасибо за просмотр. Пока.